Некоторые из покровителей Армении призывают к провокациям против Баку. Уже премьер Армении спрашивает, признает ли Баку территориальную целостность Армении. После конфликта перед Азербайджаном стоит ряд вопросов. Об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Он сказал, что Азербайджан смог изменить парадигму благодаря своей победе в Отечественной войне. Уже премьер-министр Армении спрашивает, признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении. В эти годы наши земли находились под оккупацией. Главным вопросом для нас было обеспечение территориальной целостности Азербайджана и освобождение наших оккупированных территорий. Мы уже изменили эту парадигму. В постконфликтный период мы видим, что США и Франция пытаются активно участвовать в этом процессе. Мы же пытаемся продолжить процесс с Арменией в основном в рамках платформы Евросоюза. Но Азербайджан готов к дискуссиям и с другими странами. Если какая-либо страна хочет внести свой вклад в этот процесс, то мы приветствуем это. Позиция Азербайджана в отношении процесса ясна. В феврале мы обнародовали принципы из пяти пунктов. Они были представлены армянской стороне. Но к сожалению армянская сторона откладывает этот вопрос. И на этом фоне мы даже видим провокации. Последняя провокация была в сентябре. И к сожалению у нас снова были шахиды. В обществе есть ряд вопросов по последним провокациям. Мы обсудили это. Мы считаем, что Азербайджан урегулировал конфликт и вступил в постконфликтный период. Однако это не означает, что в постконфликтный период не будет потерь или проблем, сказал Фарид Шофиев. Он подчеркнул, что некоторые из покровителей Армении внутри и за пределами этой страны призывают к провокациям против Азербайджана, поощряя вооружение и нападение. Мы должны быть готовы к этому. В целом в нашем регионе, в Иране и России идут сложные процессы. Безопасность Азербайджана всегда является приоритетом. И правительство предпринимает соответствующие шаги в этой связи. Наша система обороны должна быть сильной. Конечно, мы все надеемся, что у нас больше не будет шахидов и потерь. Но с таким соседом в таких условиях сложно. Внутри Армении много реваншистских расистских сил. И поэтому мы должны быть готовы ко всему.